Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают медицинские сёстры. Фактически празднику уже более 150 лет, но только в январе 1974 года было принято официальное решение отмечать этот день 12 мая. С момента объединения сестер милосердия из 141 страны в профессиональную общественную организацию. В Россию праздник пришел много позже, в 1993. В настоящее время медицинские сёстры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения. У нас в гостях Любовь Копленкова, старшая медицинская сестра детского анестезиолога реанимационного отделения. Работаю я с 1978 года, когда закончила Рязанское медицинское училище, пришла на работу в детское хирургическое отделение 10-й городской больницы. В то время еще не было отделения реанимации, была только детская анестезиология. И с 1 апреля 1979 года тогдашняя заведующая детским отделением хирургическим Осташкина Клера Владимировна решила организовать палату интенсивной терапии для помощи самым тяжелым детям изо всех районов нашей области. Совсем малыши, они ведь не скажут, где болит. Они боятся взрослых, они боятся странных запахов, предметов. Да, конечно. Детки, они такие непредсказуемые очень. У них такие выражения лица. Они излучают сострадание, какую-то боль, страх, ужас. Приходится их обманывать, кого-то пригладить по головке, кого-то поцеловать, кого-то подержать за ручку. Обмануть. Сказать, что сейчас будем смотреть мультики. И что дальше? А дальше положили масочку с наркозом. И ребеночек смотрит мультики, уверенный в этом. Особенности вашей профессии сегодня в чем заключаются? И сильно ли изменилось все это с тех пор, как вы начали работать? Меняются технологии, подход, меняется абсолютно все. С 1988 года мы приехали в вновь открытую областную детскую больницу, в которой сейчас работаем. Естественно, у нас стало очень большое отделение реанимации на 6 коек. Больница у нас уникальная, многопрофильная. Очень много отделений, которые, ну, естественно, просто, они единственные в своем роде. У нас есть отделение педиатрии, включающие в себя очень много профилей. Отделение инфекционной диагностики, отделение пульмонологии. Детское хирургическое отделение тоже единственное в области. Детское травматолога-ортопедическое отделение. У нас громадная операционная. В прошлом году в рамках программы модернизации у нас проведен больница капитальный ремонт. И в рамках этой же программы и в рамках программы ДТП трассы М6 у нас получено очень много оборудования. Высокотехнологичного, которое очень помогает нам в работе. Это следящая, наркозная аппаратура, дыхательная аппаратура. Детишки, они же постоянно пытаются что-то проглотить, что-то сделать не то совершенно. То есть часто приходится сталкиваться с такими случаями, может быть, когда, слава богу, ложные вызовы, когда мама просто перенервничала? Нет, такие случаи не ложные. Они практически бывают ежедневные. Детки глотают монетки, колпачки от ручек, батарейки. У нас есть очень крупный кабинет эндоскопический. И мы извлекаем эти вещи и дарим мамам на память, чтобы больше такого не повторилось. Кто за ними смотрит, когда они находятся на стационаре? Там, вы правильно сказали, они и бегают, и ползают, и пытаются все рассмотреть. И наверняка, если какая-то капельница или еще что-то, ребенку-то интересно, ему сразу не объяснишь, что трогать нельзя. Ему интересно, естественно, и вынимают у нас все зонды, и катетеры, бывает и такое. Смотрит медицинская сестра. Хорошо, если в профильных отделениях, конечно, детки находятся с мамами, а у нас-то они одни, без мам, поэтому это только нежные, ласковые ручки медсестры. Почему вы выбрали именно эту профессию? Шла я исключительно в медицинское училище и на такой факультет, который называется медицинская сестра детских лечебно-профилактических учреждений. Там я и осталась в детстве. Самый благородный, самый чудный. Наверное, здорово, когда любишь профессию, она дает тебе то, что хочется. Она дает очень многое. Она дает радость. Вы представляете глазки этих детей, которые понимают, что ты им помогаешь. Они привыкают, они иногда называют нас мамами. Я вот хотела спросить, вы для многих детишек, незнакомых к тете Любу, и они вам, может быть, кричат, радуются, когда видят? Радуются, кричат, и мы поддерживаем отношения еще с теми детьми, которых мы лечили 36 лет назад. Много разных было интересных историй у нас. Вот первый ребеночек у нас лежал, вот как раз 1 апреля, при открытии нашей реанимационной службы, лежала девочка, очень тяжеленькая, двухлеточка, с перитонитом. Так мы для нее все были мамы. Вот вы вслушайтесь, вот детская анестезиология, реаниматология, аббревиатура, дар. Мы дарим деткам здоровье и вторую жизнь, зачастую. Что бы вы сказали мамам и вообще родителям, всем, кто воспитывает маленьких детей? Ведь есть какие-то советы? Может быть, когда ребенок на что-то пожаловался, сразу надо обращать внимание, сразу нужно бить какую-то тревогу? Детский организм, он очень хорошо все чувствует. И когда ребенок говорит, что что-то болит, значит, нужно немедленно обращать на это внимание. Как-то легко с вами сегодня? Так все по-доброму сразу не ощущается от вас вот этого белого халата, жесткости какой-то? Мы не ходим сейчас в белых халатах. И, кстати, исключительно для детей. Они же боятся белого халата. У нас халатики совсем разные. У нас красные, синенькие, зелененькие. Ну, всякие-всякие, но не белые. Крайне редко белый халат. А есть еще какие-то особенности? Не знаю, там комнат с игрушками-то наверняка есть. Игровых у нас очень много. В каждом отделении. Детки играют. И очень рады этому. У нас с вами фотография, недаром она в студии. Расскажите, кто на фотографии можно показать сейчас? В связи с чем она у нас? Проводился конкурс, всероссийский конкурс на лучшее фото медицинской сестры. Горжусь профессией своей. Это наша молоденькая медицинская сестричка, Синицына Мария Владимировна, которую мы ласковь зовем Марусей. Для меня же они все дочки. Вот эта фотография заняла второе место в области сначала, потом была послана на всероссийский конкурс. И завоевала второе место. Глазки видите какие? Полное сострадание. Девочки молодые часто к вам приходят и остаются, самое главное? Девочки молодые к нам приходят, но не часто. Потому что работа очень тяжелая, здесь действительно нужно очень любить детей. Это единственное, что нужно у нас. В нашем отделении сейчас работают 19 сестер. Молоденьких у нас 4. Ожидаем нового еще пополнения. Наше отделение – это большая и дружная семья. Вы сегодня буквально с корабля на бал снова ожидают награждение. За что на этот раз? Какие награды вы должны получить? На этот раз мы получим большую награду. Первое место занял наш пост медицинской сестры. И тоже, кстати, там работала та же наша Синицына Мария Владимировна. Она тоже будет еще раз награждена. Многие медицинские сестры нашего отделения имеют очень высокие награды. Награды Министерства здравоохранения Рязанской области. Награды губернатора. И сегодня тоже будут вручаться грамоты от Министерства здравоохранения и от областной думы. У вас есть возможность поздравить всех, кого вы сегодня не встретите. Потому что медицинские сестры, они все время на службе. Они помогают малышам. Хотелось бы сказать всем медицинским сестрам, потому что сестра, она уже подразумевает под собой что-то родное, любимое и доброе. Девочки, будьте счастливы, будьте здоровы. Любите свою работу и гордитесь ей. Спасибо вам большое. Я напоминаю, это была программа подробностей. Главное, будьте здоровы. Строительная компания «Мервинский» предлагает квартиры в привлекательном и удобном для проживания многоквартирном доме в центре города. Жилой комплекс бизнес-класса «Маяковский» – это удобная современная планировка. Импортные лифты, автономное топление, подземная парковка. Подробности по телефону. Три пятерки, три ноля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова